Несколько сотен магнитогорцев прошли по маршруту памяти в 16-й раз. В традиционной акции приняли участие ветераны, труженики тыла, представители военно-патриотических организаций и школьники. Инициаторами ее проведения выступили Совет ветеранов и компания «Долг». При поддержке администрации города подробнее о знаковых остановках маршрута в сюжете Евгении Солохудиновой. Строевым шагом строго следуем маршруту памяти, который проложен самой историей Великой Отечественной. Участники патриотической акции направляются к монументу тыл фронту, где вечный огонь горит в память о более чем 14 тысячах магнитогорцах, не вернувшихся с войны. Школьники, пришедшие сегодня сюда, признаются о Великой Отечественной, знают только из учебников истории, но уверены в одном – память о тех страшных днях хранить необходимо. Главное – это помнить победу, которую нам подарили наши прадеды. И такое важное событие, его просто нельзя забывать. День Победы – это для нас такой праздник, это для нас чудо, для наших поколений это, конечно, полезно, чтобы мы знали, кто защищал нашу Родину. Напомнить тем, кто знает, и рассказать несведущим. Маршрут памяти – это гражданско-патриотическая акция, цель которой – оживить военную историю магнитки, запечатленную в монументах и памятниках. А также на конкретных примерах рассказать школьникам, какой вклад в победу внес город в годы Великой Отечественной войны. Эта акция уникальна. Ее автором и инициатором 16 лет назад выступила компания «Долг». Благое начинание было поддержано городской администрацией и различными патриотическими организациями. В этом году участников акции порядка 700. Вот такие акции, такие мероприятия еще раз должны допоминать всем, что победителем в этой войне явилась великая страна, Советский Союз, Россия. Конечно же, мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни на благо страны, на свободу страны. Конечно, мы должны отдавать им дань памяти. Сегодня мы начинаем отмечать 9 мая. Великий праздник. Всех праздников. Сегодня мы еще раз услышали те страшные цифры, ту цену, которую наш народ заплатил за эту победу. И наша святая обязанность помнить это и из поколения в поколение передавать, чтобы не допустить повторения этого ада. Сремительный поток времени все дальше уносит нас от тех грозных, сроковых поток прошлого столетия. Действительно, как только вспомнишь, столько погибло нашего народа за 1418 дней. Это свыше 27 миллионов, конечно. До сих пор песня, паленая, над каждым домом она кружит. Но мы не забыли, что ушли в бессмертие эти 27 миллионов, чтобы нам с тобой жить. У нас сегодня, смотрите, осталось участник войны всего 117 человек. Это очень мало, 117. И поэтому каждую каплю памяти мы должны сберечь и передать нашим подрастающим поколениям. Митинг у вечного огня завершился по традиции минутой молчания и возложением цветов к монументу тыл фронту и мемориальным плитам. Зарей, жарь, залпом, плит. Следующей остановкой в маршруте памяти стало Левобережное кладбище. Участники акции почтили память погибших у мемориала «Братские захоронения». Затем прошли к могиле Григория Ивановича Носова, директора комбината, который руководил металлургическим гигантом во времена Великой Отечественной. Завершилось мероприятие у Стеллы воинам-интернационалистам. Организаторы акции подчеркнули, маршрут памяти – это своего рода напоминание каждому из нас, что война бывает разной, но цель у солдат одна – защитить свою родину и отразить нападение врага, пусть даже ценой собственной жизни. Эта акция, она не случайно родилась, потому что уходили ветераны войны, ветераны труда в те далекие военные годы. А опыт, он не передавался. Начали первые линейки в школе, ветеранов приглашали на линейку, они выступали перед школьниками. И так каждый год мы больше и больше вовлекали школы, организации, которые нам помогали в создании этой акции. Нет истории – нету государства. На сегодня маршрут памяти окончен, но, как рассказали организаторы, конечная его остановка еще впереди. В середине лета ветераны, а также самые активные участники патриотических организаций в рамках акции совершат поездку в город-герой Волгоград. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.